Меня зовут Дима, это Рома. Вместе мы представляем объединение студии WhiteRussian. У нас сегодня тема эклектики. Ну и, наверное, надо сказать много о себе. Потому что нас тут не все знают. Ну, мы как под брендом WhiteRussian существуем, например, год и фонтарах. Ну и за это время мы успели проводиться в разных сферах. Основное направление у нас рейтинг, и мошен, и график. И, в принципе, мы за все беремся. За веб, за мошен, за иллюстрацию. Успели проводиться с некоторыми медиа российскими. Сделали иллюстрации поисклайров в МИ. Прошусь многими на группе Попея. Ну, вы можете зайти на сайт и посмотреть, что мы делаем. В принципе, у нас такая деятельность не полностью коммерчески направленная. Мы за мной работаем на рынке. И, ну, вообще создать этот раз, ну, раз бывая, это такая вот душевная идея. Для того, чтобы можно было делать, что хочешь. И иногда нужно взять эту деятельность. Да. Вот. А эклектик нас интересует. Поскольку это, наверное, какая-то наша общая такая, общий голосовский эклектик вообще на вещи, на работу, на которую вы занимаетесь. В общем, подход во всем, как использовать клиентов, как работать с клиентами на группе заказов. В общем, все у нас завязано на эклектике, на самом деле. Понял, это да, у нас была с эклекцией вот эта. Ну да, мы думали, о чем бы сказать, и, в общем, как-то все, о чем мы хотели рассказать, оно вдохнулось в этот термин. Но если ты не знаешь, эклектика – это, в принципе, любое жанровое и стилевое спешение. От греческого там «выбирать», «избирать», что же такое. Вот. Зародилось оно около 100 лет назад. Ну, это изначально философское понятие. Ну, у него есть разные взгляды. Я думаю, что мы вначале много расскажем, как он строит эти термины и как его воспринимал человечество в течение последних предыдущих лет. Вот. И потом, ладно, перейдем на наши работы и на работы людей, которые мы доставляем. Ну и расскажем, в общем, немного, как у нас процессы строятся. Такие… В общем, всего понемножку. Ну, можно начать просто с историкой. Предыдущая картинка была. Там это художник-пиранезик, итальянский. Ну, я думаю, просто одна из иллюстраций, которая, если посмотреть, там очень много всяких разных заимствований в этой картине есть. Например, тут и Египет, и Рим, и Греция. И, в общем, он один из первых активно весьма влёкся. Но, на самом деле, это ещё не считалось каким-то стильным направлением. Это какие-то эксперименты, какие-то личные амбиции художника. Ну, как эклектика. Вот. А, на самом деле, этот стиль, он, ну, оформился как-то и был принят общим позже с приходом романтизма, то есть с какого-то свободного творчества. Ну и вообще, наверное, эклектика у нас ассоциируется с какой-то творческой свободой, потому что это, ну, не привязано ни к каким стилям, направлениям, а в нашем, в современном мире, ни к законам маркетинга, ни к каким-то устоявшимся требованиям от заказчиков. В общем, ну, как это так... Мы, в целом, сами живём в критичном мире, потому что с утра можно использовать, говоря, французские мюфи, пойти в Макдональдс, какие-то вещи с шибы в Китае, как бы у нас всё вокруг, как мы слышали с утюганскую музыку, всё очень эпичное, особенно в Москве, что и с архитектурой связано, и, как бы, со всем, вообще, окружающей средой. Ну, вообще, в принципе, эклектика, это ещё, я не могу сказать, по сути, это заимствование формы, без учёта какого-то, то есть берётся, там, в его направлении, берётся его форму, и, как бы, идёт работа именно с верхней оболочкой, поэтому есть ещё такой, как бы, негативный, вгляданный феномен, потому что многие считают, что это, ну, часто какое-то поверхностное заимствование, но, на самом деле, это зависит от, наверное, личного вкуса художника, а не альянс эклектики в целом. В общем, да, в общем, она развивала довольно долго. В России она первый раз была помянута Гоголем, он писал статью «Обращение к архитекторам». Статья «О архитектуре нынешнего времени», где он говорит о том, что, ну, задает вопрос, почему архитектуре происходит помимо греческих и июльских храмов, готические башки, мавриданские манореты, китайские пабады. Потому что, как его мнение, истинный эффект заключён в резкую противоположность. Вот он писал «Красота никогда не бывает так яркая и видна, как в контрасте». В общем, это у него была такая тоже мечта, и она оплатила первое место, что в Петербурге там есть некий «Удрас», «Собор Судок Дебра», картинка, которая помогает. Ну, тут пара цитат, которые могут помочь как-то так прочувствовать. Возвращение к архитектуру. Собственно, я назвал «Собор Судок Дебра», что он чётко отражает вообще смысл эклектики, потому что сложно управлять эклектикой или взять её под свой контроль, если ты сам являешься эклектиком. То есть тебе должно нравиться серфинг, должен видеться друг, ну, практически любой… Это такой культурный серфинг, как бы ты не завязан там на чём-то. Ну, возникает практически какая-то мода, да, и у нас там в 21 веке там в какой-то момент всё русское, там на дунглях стал очень популярным, причём там на западных дунглях. И посты каких-то наших диковинок связаны с правостами, и там ещё чего-то сломай, не знаю. Но… Ну и в принципе сейчас уже в чистом виде ничего не существует. Если там… Если американец видит что-то исконно русское, то для него это экзотика, такой аттракцион. Ну и в принципе вся эклектика, это не аттракционная по культурным пластам. Вот. Но, возвращаясь к истории, тоже там всё было не совсем ровно. В 19 веку это направление стало более популярным и привело к массовым, если нет, взаимствованию. Ну и шапки были шаблонным подходом. Особенно в архитектуре, в интерьерах. Там заказчики уже немного, так сказать, наелись вот этого вот разнообразия стилей, ну и стали заказывать там одинаковые какие-то вещи. Если они заказывали кабинет, он был в отечественном стиле у всех. То есть, если это парадная, то в стиле любые, то идут до 15-го. Если курительная комната, то французский, там, Прованс. В общем, и... Ну и опять всё как бы превратилось в какую-то кашу, из этого превратился на модерн, как какая-то утопическая мечта, но он так и остался в утопе, и впоследствии, собственно, ему как бы осмотрели. Ну да. Ну а модерн, как бы нет, на самом деле, это какого-то четкого портрета, он так и остался разрозным каким-то... пластом, неясным. В общем, а постмодерн – это и есть, в общем-то, в воплощении к лексике, и вот так думаешь, что кому-то всё... но оно и есть. А мы, наверное, как-то... А в 20-м веке, да, всё это ещё больше как-то углубилось, и глобализировалось, и вот если брать, например, хиппи, то у них какая-то крайняя степень эклектизма, и художников, и музыки, это всё... такой какой-то взгляд вообще-то неакультурный, символы, символы вот Индии, да, какие-то индейские мотивы, насколько я знаю, они всё смешиваются, и уже употреблялись без... ну, без чёткого контекста. То есть, именно из поверхностей рождалась, скажем, какая-то такая сумбурная немного культура, тоже не завязана на психотеррии и прочем. Но это, наверное, какая-то крайняя степень эклектизма, и, может быть, это уже не совсем дорого. Официально сейчас, в наше время, существует много примеров эклектики, ну, высокой такой. Например, диетонский художник, как когда-нибудь скульптор, я не знаю, вот Мураками, можно... Так, что Мураками очень странный чувак. У него, как бы, традиционная игруская живопись, теперь он свершится с компактом, на аниме вообще с чем угодно. И, причем, это как-нибудь консуль, это просто культура это стоит в каком-то супер эклектичном месте, не знаю, в Италии, может, и она прям дополняет друг друга отлично. Ну, да. Ну, и, на самом деле, это уже находится на какой-то грани с китчем и понятно, чем. Потому что, ну, кто-то на это может посмотреть так, что это какое-то яркое окно из всего подряд, на фоне чего-то такого настоящего, да, и уже устоявшегося. А на самом деле, ну, это как бы неизбежность. То есть, мы все сейчас знаем, что в своем мире все смешивается, перемешивается и рождается какой-то симбиозик искусств. И, ну, а мы думаем, что так оно должно быть, наверное, или, ну... По крайней мере в нашу эпоху. Ну, да, и есть смысл только это подчеркивать, глядь и, ну, как-то эстетически рассматривать и развивать. Ну, сейчас мы, наверное, расскажем про один из первых таких опытов, связанных с, я думаю, многим известным, BMW Art Series, где известные художники, скульпторы как-то взаимодействовали с машинами МВН, раскрашивали их и как-то, в общем, наткнулся на это. Старый конкурс, там, с 60-х годов. Ну, очень неважно. Старый. Учережден. То есть, вот, например, машина австралийского художника Кена Донна или скульптором Александра Корделя, Энди Уорхола. То есть, как бы, это вполне такой критичный конкурс, нам кажется сам по себе. И, в целом, нам бы интересно было в нем поучаствовать. И, почему бы нет, мы решили, у нас есть все для этого, как бы, и желание, и способность, возможности. И, собственно... Ну, вот так мы довольно быстро на него перескочили. На самом деле, там, ну, мы хотели рассказать о том, как разрабатывал, собственно, нашу модель для этого конкурса. В общем, посмотрели на все, что было создано до нас. Посмотрели кое-что из 80-х и 90-х касательно машин, потому что, ну, наверное, вообще там 80-е такое время, когда образы очень сильно... Ну, вот, например, рекламная машина одна. Интересно. Трофированные образы, а в автомобильном бизнесе у них вообще было какое-то такое восприятие мультимуистическое. Эклама, что в районе, она рекламировалась, существует, и просто каждый камер... Можете себе представить, что сейчас был вызов торбокол и эволюционный сервер дорог. В общем, все такое еще ассоциативное. Короче, там, в принципе, смысл в том, что вы берете любую модель автомобиля и создаете ее текстурным оформлением, ну, какой-то из образа, в общем. Смогли использоваться как холст. Ну, и создали два варианта. В общем, они все... Ну, это, естественно, 3D-визуализация. Настоящий 2D-визуализовал. 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 Ну, сам холст, как бы, он, в принципе, вневременной. Какой-то просто, ну, сделал ли, как сделал. Помимо этого решили сделать ролик, как раз основанный на вот этих опозах 80-90. Который мы скоро выйдем. Вот. Ну, вот хочу сказать, наверное, перед тем, что... Ну, да, в общем, посмотрите сами и увидите, что это не стилизация, но здесь все как бы, ну, напоминает как-то нам о метрах, наверное, в большей части того, как машины подавались, продавались и воспринимались. Салон блин. ЛOUR ЛА원. Across Superintendent. PROS typicallyette посещение. Послеą być уже 3D-визуализова. Салон блин. Нижнить. Ураясь. ТВ-將их. Мо Pl Leist influencers poderia ringунуть. Пованers то, не行了. Рыб. По избежать зрения путvl continue. В общем, мы постарались сделать такой какой-то нефтекстурный шатфинговый холст и обладать это таким образом. Ну, то есть никакой стилизации. Музыка — это современная игра, но она напоминает то ли о кулигейских играх, каких-то 80-х, то ли опять же в рекламе, ну и такой немного наивный способ подачи всего этого, чтобы все светилось, как бы сияло, но прям по-современному оно было не экстрафировано, без эффекта иглова, без сеток этих ранней, как бы, на графике, а как бы все современное. Ну, расскажем дальше, наверное. Ну да, ну, короче, просто сразу пойдем дальше о том, что мы еще делаем в таком ключе, чтобы было понятно. Ну, тут просто была идея собрать, ну, есть коллекция книг, обычно там другие, ничего, кто-то сами целосерейные оформляет. Мы решили просто взять там с десяткой, чуть больше своих любимых книг, которые оказали нас в Яне, и, собственно, как-то их собрать просто в одну такую коллекцию большую. И тоже, в принципе, там все эти текстуры, какие-то обложки, они основаны на каком-то экспириенсе, который мы получили от этих книг. То есть, тут, например, Кинзабуроя, тут вот такой, видно, японский демон такой, король мух, вылетел мух, джунгли какие-то, ну, то есть все как-то, ну, какие-то ассоциации. То есть, не важно, как это решено, то есть, главное, что это чем-то напоминало человеку вообще об этом произведении. Ну, они очень, наверное, как бы тоже, то есть, ну, они разные быть ассоциативные, стилистические. Они все, как бы, похожим образом сделаны, то есть, ну, тут еще на проект очень видно, как бы, там не только цвет, но и текстура везде, то есть, там где-то металлик, где-то выполненные вещи, в общем, но сами стилистики, как бы, очень разные. Ну, и вот старались сделать так, чтобы был такой контраст, ну, не то, что контраст, а наоборот, чтобы разные стилистики работали в одной, в одной, как бы, подаче. Лучше, в общем, они смотрели, чтобы нормально. В целом. Эта картинка для наших друзей Москва Ходинг Скул, школа программирования, если я... У них был... Ну, у них тоже, они тоже были лекции, там проходят, и была лекция про... Что это... Туркменский период, потому что у меня на... Процессинг, в общем, генерация всех интересных штук. Ну, вот, я думаю, там, более-менее все представляют, что это такое. И они это провязали. В тот же день, был день Туркменского ковра. Сигары. И просили сделать такое оформление мероприятия. И, ну, у нас это отдалась такая вещь, как бы, довольно прямая. Как бы, это одновременный ковер, и процессинг, и вот, все, она на одной картинке. Да. На самом деле, мы большую часть делаем просто для себя каких-то вещей, потому что не хватает, наверное, высока такого, ну, денежного. Не все, не все удается продать, и не на все есть время, чтобы его продать. Поэтому мы часто придумываем какие-то рубрики, и, ну, это тоже очень видно. Последняя, как бы, идея – это «Оскары», посвященные каким-то таким глобальным, давно известным брендам, и, ну, пропущенные через какую-то линзу, там, нашего восприятия. Вот, картинка для Гиннеса, можно показаться, как бы, фил Гиннес. В общем, ну, и подход здесь такой, что все в картинке отвечает, как бы, самому, вот, самому стержню образа. Эстетия, естественно. Которая несется этот бренд для нас. То есть такое все эмбентное, по каким-то скам, стекает пена, черный песок, и вот сразу нас открыли. Тьма, как бы, чернота, но при этом стихийность, природность. Я не знаю, тут можно разобрать. Общая скала, внизу там, как бы, черный песок, и всему этому просто еще это пивная пена. А вдохновлена эта картинка была для нас природой излаги. Вот так. Ну, то есть такое сочетание. Так же, например, у нас дате была ровная тибкара, где мы, так сказать, общались с всякими художниками, и русскими, и нерусскими. Но смысл был в том, чтобы они нам прислали какой-то артворк свой, а мы его обрабатывали, сгоняли в общих локах, и, в общем, что-то свое для этого раздалось. Ну, вот, например... А, вот, может, произвало шторе слева, и, в общем, такой же так. Ну, и вот у нас есть серия, там, из десяти таких кластеров, где просто... Ну, вот некоторые из них, например, это от Микола Досенко. Ну, вот чувак, как бы, увлекается пикселартом, и, там, ему было бы интересно посмотреть, что у нас в этом получится. Ну, как можно заметить, у нас основной инструмент 3D, поэтому все мы переводим через призму 3D. Короче, берется просто паттерн, и, но выхватывается что-то одно из него. Ну, или, например, вот Миртанчик присылал своего персонажа, какого-то старого, и мы взяли часть доспеха, погнули ее, ну, и так, в общем. Ну, на самом деле, тут можно более подробно рассказать, потому что постеры все идейные, и там на профиле написано «Сада», связано, как бы, там, для нас с образом, который набивает изначальная картинка. Тут, ну, они все должны обстраковать, там, как бы, рассказать сложно, можно просто почитать, посмотреть. Здесь, ну, на предыдущей картинке речь шла жизненный путь, и, как бы, проходящего рыцаря просто взяли, там, один элемент, в трехмерии его чуть-чуть погнули, но, как бы, мы стараемся нигде не вдаваться там в реализм, и довольно быстро, как бы, делаем все эти штуки. Поэтому результат, получается, как бы, чистый и не вызывающий лишних вопросов. А вот чувак, он всю жизнь решит марки. Купые марки. Да, ну, вот именно такого рода. И это то, что мы с ним сделали. Расправили. Ну, и все эти другие картинки. Ну, это, как бы, все, на самом деле, завязано с нашим подходом, как бы, вообще, там, техническим, вообще, к работе, что очень круто, когда ты куда-то, в общем, ездишь постоянно, с кем-то, с новыми людьми общаешься, и можешь, ну, без каких-то предупреждений просто, ну, с одним человеком нормально поговорить по душам. И если он тоже крутой, как бы, но у него другое, там, какая-то, может, история, то ты можешь легко понять, и тебе только от этого лучше будет. То есть ты ведешь такой взаимный опыт у вас происходит. Собственно, поэтому, считаем, ездим, там, с кем-то общаемся, стараемся, там, ведем какие-то проекты, которые вообще не приносят никаких денег, но очень хорошее знакомство и реально крутые проекты. Которые, например, ну, человек приходит, у него деньги, у него сделает проект, и мы ему помогаем, если это интересно, и в итоге все прививается в очень полезное сотрудничество в дальнейшем. И, как бы, самое главное, чтобы не профукать все это, надо ввестись так сильно на какие-то финансовые сложности, если они возникают, потому что это все эклектика. Ну, и вообще, подход такой, что без перерыва придумываем, делаем, открываем новые рубрики. На самом деле, ну, коммерческих заказов у нас тоже хватает, но только не все из них доходит до того, чтобы, ну, не то, чтобы не стыдно, а хотелось бы это показать и рассказать, и поделиться этим. Ну, мы считаем, что здорово, если у вас, как бы, постоянно есть какие-то идеи, вы их воплощаете, задумываясь о том, как это же пойдет. Ну, и, собственно, вот, прекрасная эклектика такая, что, типа, это, ну, это не пахное поле, на самом деле. Если вас интересуют там все культуры, все стилистики, все направления жанровые, то вам он как бы не надоест в этом родовстве. Ну, если, конечно... Ну, и миксовать. Да. Ну, и даже, не только картинки, может быть, да? Ну, мы вот музыку тоже любим. Играть диджо и сеты у вас здесь тоже в студии Артемия Лепсиева. Очень хорошо, что у вас есть, ну, какие-то такие ответвления от основной деятельности, музыку, лекции, и все это здорово. Ну, и такая, какая-то параллель есть. Ну, у нас просто, мы работаем в основном вдвоем, и у нас более такой личностный подход. Ведем там плово здесь, плово там, и, в общем, главное не останавливаться. Мы, наверное, расскажем про этап. Вообще у нас очень много людей, которые нравятся творчества, студии, дизайнеры просто отдельные. Мы расскажем, наверное, о нескольких, которые сами нравятся в мире. То есть, найдем для меня. Ну, те, кто, так, с кем, мне кажется, у нас общий какой-то подход. То есть, тоже такой довольно критичный. Берлинская студия Call of the Kids. Вот их картинка. Кратка. Кратка. Ну, тоже вот они постоянно, ну, у них там хватает тоже каких-то коммерческих крутых проектов, но при этом у них есть Facebook, блоги завалены какими-то елыми картинками. Прямо там приходят в полку снять фильм. Ну, такие почти детские, развлекательные образы. В общем, а на самом деле очень серьезные ребята, и ему удается продавать совершенно сумасшедшие вещи. как нормальному заказчику, с этим Nike. Windows. Windows. До Windows у них очень крута работа. Оформление кастомных упаковок Windows 8. У них есть. Вот. Еще есть студия Z-Guides, наверное, известная многим. Тоже в Линске. И тоже вот у них как бы не поймешь, что вообще за деньги, что нет. У них все будет какая-то готовая работа, но при этом вот это употребляет вам вот тем самым. Ну, да, без ролика. И, ну, ребята там начали работать, не знаю, сколько лет назад. 15. Ну, они уже давно как бы на рынке. Если посмотреть старые работы, то там просто панковская какая-то графика сумасшедшая. Тоже из всего подряд. Где-то кажется, что это MTV. Такое, немного, так сказать, через психологическую призму. Где-то, ну, чёрт его знает, такой немножко. В общем, а со временем они как-то это все оформляли у себя в голове. Наверное, теоретизировали. Да, и сами профессионально росли. И, в результате, вот они подают совершенно вообще шестностные штуки. Наверное, за большие деньги. Но при этом там у них часто какие-то артовые экспозиции. Придущая картинка была для Маркова. И, типа, ну, такая большая инсталляция, которую там у них несколько раз я это выставлял. В общем, ребята не обнушаются заниматься чем-то в этом. Ну, в общем, там, последняя, которая сегодня появляла, это HORT. Очень известная студия. Тоже в немецком. Очень нравится подход в работе у них. Они просто веселятся, дурачиваются. Вообще нет 3D. Они все делают руками практически. Такие они. То есть, например, есть у них блок. Блок HORT Visi Nike. На этом дамы постоянно в каких-то безумных блоках. Да, вот это непонятно, для Nike это сделано или для Nike. Вот при этом это выглядит довольно официально. Тоже давая такие разнообразные штуки. Ну, афиганские, тупор, афиганские. Ну, вот это, наверное, какие-то основные друзья наши. Родные практически любили нас. Просто мои души. Так, ну, безусловно. Как бы, наверное, цель того, чтобы мы вообще пришли вам об этом рассказать, это так немного, может быть, сумбурно, в том, что, ну, короче, ввести шаблон и делать все так, как по сравнению. И мы хотели показать один ролик, который у нас висит в качестве интерона на сайте. Ну, и, наверное, можно сказать, что это самая флексическая наша работа, потому что там, сами видите, какие ассоциации он вызывает. У нас он вообще в каждом карте вызывает какие-то ассоциации. На самом деле это не технический шарьер, как можно подумать, а это каждый элемент в нем, это часть портфолио. Там, причем, и по брендингу, и по цветам, и по логотипам, короче. Все это собрались в предыдущем шаре. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну, в общем, это у всех какие-то свои ассоциации. Там, типа, ну, и, как бы, и контрасты такие вроде как. Ну, мы хотели, чтобы это было неочевидно. То есть там классическая музыка и такой полмультяшкий видеоряд. Сразу ассоциация там с Диснеем и с киношными, там, голливудскими какими-то кинозаставками. И все, 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 все объекты, которые есть, они взят будут документы вначале, например, с фирмы Vestit для Game5. Такое музыкальное сообщество московское, или не московское, много расистов. Лего, там, проект какой-то, левогородная, короче, аппаратом вначале. Ну, и почти все штуки, они с чем-то связаны. Шарики из вултана, бумагный телефон, там, что еще. Ну, в общем, все, 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 только нарезано. Вот, ну, и мы не видели, что это дело, поэтому и мы показывали вам. Ну, и, собственно, у нас план закончился, поэтому, если вы будете задать вопросы, мы еще можем беседовать какое-то время, то будет здорово. А как процесс строится? По-моему, приходит вам свежие эти клиенты, и мои фирмы, которые вы делаете, которые вы делаете, какие этапы вы делаете? Как у всех. Все разные? Встречаемся, распожидаем, выбиваем, и так далее. Творческая часть? Творческая. Вы составляете какой-то мод, или, ну, как-то так, что происходит? Или вы разделяетесь каждый момент на концепции, или вы вместе что-нибудь в контактах? Ну, например, если брать брендинг, то обычно, я думаю, придумывая концепции, накидываю, показываю бим, бок-клёк, мы говорим, что там, что брендинг надо, на то, что предлагает все, сделанную презентацию, там, не всяких мукапов, то есть мы стараемся, чтобы такой, чтобы клиент интересно будет смотреть мукапу как-то с нуля, но мы стараемся, чтобы и индивидуальная презентация была, как-то, как первый раз. То есть, ну, чтобы стилистика даже там читалась сразу, как раз мукапов, и мы говорим, что это будет, чтобы оно было максимально выразительно. У нас, как бы, у нас есть разделение, опять-таки, ну, некое разделение туда-туда, там, промо больше изначально по, ну, короче, рефичный дизайн, по, по сверху, по шрифту, и, как бы, изместо. А я, как бы, изначально занимался рефикой анимацией, ну, сейчас мы мой образ все время все во всех направлениях, поэтому... То есть, вы знаете, брендинг, это с программой, с его, а где на базу? Ну, конечно, по шрифтам мы еще сделаем проект для одного ресторана в центре, где-то у вас с очень критичной кухней, между прочим. И там, собственно, очень много проделанных работ, несколько шрифтов, на каждой границе. То есть, я даже больше 2 недели празднусь на эти шрифты нужные, которые отвечают на все требования, ну, и по-другому. И, как бы, помогают здесь развиваться. А много вариантов согласовых концепций, это уже примерно финальные идеи вести, или потом согласовывать направления? Ну, мы стараемся делать сразу финальную, чтобы показывать 50 тысяч вариантов, как-то наставить, да. Потому что нам лично нравится, потому что у нас, как бы, большой, ну, такой, внутренний центр работает сильный, то, что мы хотели отсеивать все на нужное, то, что нам вообще не нравится. Ну, что может понравиться в принципе клиенту. Но, в целом, пока это довольно такой подход, что лучше как-то продавливать самые крутые варианты, и стараться делать, там, больше 3, например, вариаций. А по видео-то так же, да, то есть, куда-то есть какие-то, потому что на создании видеоролики, где люди очень вдвоемка, и, конечно, что-то. Стойбор, который все изменили, а в инвестиции? Ну, такие основные методы, как у всех, на самом деле. Ну, то есть, можно, там, делать раскадровку. Ну, просто у нас, ну, на самом деле, по видео, у нас не было таких сложных проектов. Хотя сейчас мы делаем один проект, ну, фейковый проект. У нас еще один чувак по веб-каналу, он соединялся с интернетом, и хотим сделать такой большой, у нас новый сайт, 3-0, 4-0, и там, как бы, видео. Ну, и, да, сейчас мы работаем с SSD-анимацией, ну, как всегда, в принципе, в начале аниматика. Там чувак его тестирует на движке, вот, потом он дальше будет двигаться. А основные процессы, ничего специфического, кроме того, что, наверное, поскольку, ну, сам вариант в этот раз, мы хотели именно делать, потому что хочется, мы еще работаем в основной студии. И, ну, и я тоже, ну, со всякими другими работами вне какого-то проекта или на МТП, как бы, всех этих сложностей, подводных камней и сложного мира, где это все причиняется на песню, да, и здесь, ну, такой у нас свободный выход, как бы, где мы выбираем, ему только те, кто нравится, и надо тем, что надо, как хочется. Какой у вас, ну, внутренний параметр, по которому дизайнер походит? Ну, внутренний аналог. То есть идеальная, идеальная дизайнерская работа в футболе и стиле, а что вы сегодня отличаете? Какие, то есть какие пары, чтобы оперировать? Ну, просто прикольно, что мне понравилось вам про стиль или еще эти бизнесовые параны? Ну, мне кажется, если штука становится теперь уже прикольным, то она должна выполнять все это бизнесовые удачи, которые некоторые придумают, как бы, для многих задачи продать, как-то дороже сам стиль, но вообще, если стиль проходит, то как-то все решается. В общем, если мы не занимаемся этим, то мы не будем придумывать просто данный проект, делая проект, делая хироп в студии, и надо было задавать много типов, и просто покажется трейдер, а я, ну, не знаю, как делать, просто рисовать в сетах, кресток, 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 какие-то вещи, и кто-то, о, сука, все будет. В основном, кто-то не понимает вообще этого ничего, и нужно дальше с кого-то шла. Ну, мне кажется, задача, как бы, маркетолог, ну, того, кто продает, он может, там, придумать, да, и поставить цельную задачу, как бы, что еще нужно сделать, чтобы отправить. Но в данном случае, мне кажется, это вообще, ну, объективно, для художественной точки зрения, ну, я думаю, что этого отойдет все-таки скоро человечеству. Потому что конференция-то большая, там, людей много, и все, как бы, делают по-своему. И, ну, уже будет работать, наверное, более, какая-то, честная система оценок. А вот я правильно понимаю, что вы ждете, когда развивается у вас социальная технология? То есть, мне кажется, что это влияет еще в ближайшие контексты? Ну, сложно сказать. Как бы, не то, чтобы мы постоянно думали о том, что это просто антибиотичная картинка. На самом деле, нет этого в голове. Это мы мне сейчас подумали, что, да, это похоже на то, что говорят про экликсику. Но, наоборот, ну, мы говорим, что, когда заходишь на тумблер, там, типа, на сайт, у вас есть тратилфлот, и просто все картинки стоят на данном случае. И даже непонятно, а, вот Сережа Фридкович там тоже сказал, что заходишь на тумблер, и непонятно, это ваши вообще картинки, или это части репосты какие-то откуда-то, потому что они все разные, но выходят там все какие-то такие, яркие, но непонятно, собирайте вот это и делайте сайт. Ну, и, ну, мне кажется, что это круто, что возникает какой-то же вопрос вообще обо студии, там, к примеру, или просто билок. Ну, почему-то нет. Мне кажется, когда возникает вопрос, как пожелать. В. А, где вы видите, а еще по теме развития, ну, так скажем, есть много образования, такого, значит, то есть, пусть у вас какая-то сверхзадача получится, в по-руктурая, сделать информацию для оправданных земля, а еще что-нибудь или сделать в момент этого, который у всех приводит инсульт. Ну, то есть есть ли какая-то такая сверхцелеская задача? Или просто или ибо? Ну, скорее нет. Ну да, нет, больше всего с кого-то себя, это процесс. Получаем удовольствие от процесса. Хорошо, если как бы эти деньги приносить, но мы поняли, что нельзя просто на этом сократить, потому что очень быстро все станет опротивленным. Есть какие-то мечты, что-то сделать. Многие по брендам. Нам один раз просто предлагали такую мазу, сделать инсталляцию этой линии в Краме. Там есть такой российский художник, безвестный Легкий. Вот он наталкает всякие мультимедийные инсталляции. В общем, ну, там как бы была прям такая хорошая тема. Думали сделать что-то тоже формовальное, высокое ролик, только еще кучу. Посмотрим зарану. Наши как-то люди лежали, нас же смотрели, и улетали через этот слот просто в космос мечты там. Но это, к сожалению, было мало, но мы, правда, до сих пор сейчас работаем над тем, чтобы как-то попробовать это существует. Спасибо. Спасибо. Ваше спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...